вам тоже интересно как я это сделал я вам сейчас расскажу собственно хочу представить прототип уже третья версия специальные рукоятки заряжания вернее это кит с боковой рукояткой заряжания для r15 r10 на фейсбуке недавно кто-то выложил скриншот там или ссылочку на видео на тайване китайцы сделали прототип фирма называется а ст выпустили из пластика не 3d печать а именно сделано из какого-то хорошего пластика но повторюсь это было сделано фирмы а ст а я со в тайвань некоторая переделка на манер для газовых строкбольных винтовок у которых есть вот возможность заряжания рукоятки то есть передергивание у которых принцип работы как у оригинальных арсистем собственно китайцы сделали упрощенную вещь стоит там районе 65 долларов всего да вроде как недорого на пластик честно говоря и доставка в общем получится она в районе 80 долларов один из участников группы на фейсбуке кстати группа церковь свитки в r15 называется так что подсоединяйтесь если кому интересно один из участников александр сказал попробуй напечатать и собственно напечатал версия как я сказал это уже 3 2 была вот такая немного упрощенная с маленькой рукояткой то есть человек сам разработал собственно модель напечатал на своем принтере где-то но я ваш механизм на этом варианте покажу чтобы этот не снимать и в процессе показа я выскажу некоторые свои пожелания замечания и так далее собственно у александра у него ар-10 на самом деле он сделал под свою винтовку но с небольшим допилом мне удалось поставить на р-15 то есть проблем особо нет можно модель конечно под любую разработать хотя честно говоря некоторые нюансы есть именно по по 3d печати по материалу то есть он немного играет и с этим тоже связаны некоторые проблемы сейчас я расскажу какие так что там александр говорил ну принципе он разрешил поэтому я подпиливал версия сейчас у меня помимо 3d печати он будет делать уже из алюминия там из профиля какого-то пробовать все это дело создавать не особо сложные детали можно практически из любого материала сделать вот есть такая культура как она там называется кто-то док-концепт или в этом роде там у них алюминиевая эта конструкция тоже крепление сверху на планку пикатине здесь тоже вот такая идет направляющая мне рукоятка с толкателем но там прикольно сделано не в комплекте своя рукоятка специфическая которая соединяется вот с этим толкателем там внутри у них и тяга стоит которая нажимая здесь защелку но как видите у меня здесь стоит сейчас получается strike industry рукоятка заряжания а стандартная базовая которая вот с такой защелкой она идет собственно таким образом чтобы вот этот упор когда выходит из зацепления он нажимал видите вот таким вот образом будет нажимать эту защелку и дальше уже рукоятку толкать собственно но вот в таком варианте это один из первых моментов для александра говорю видите здесь немного увеличил потому что этой высоты не хватило ну чтобы заново не перепечатывать потому что печать пока очень длительно он сделал такой упор чтобы можно было чтобы эта рукоятка упиралась вот то есть голубая болта упиралась сверху и нажимала работа но китайцы наверное тоже проработали у них вот в задней части сделано так что здесь как бы п-образный такой профиль чтобы рукоятка из него не выпадали потому что при 3d печати все таки не очень толстая деталь она когда назад вот сюда максимально выходит она вниз соскакивать и срывалась рукоятка у меня вот это вот именно защелка стандартная r15 срывалась сюда вниз даже вот на этом ките более с увеличенной пяткой а это рукоятка вот так оставалось то есть ее надо было в рукопашную засовывать это не совсем удобно вот в данном случае пока у меня стройкинда стресс без проблем все работает ничего не изгибается все упирается но стройкинда срез конечно же показывал у себя прикольно сделано здесь защелочка нет никаких внешних защелок внутри просто пружинка которая внутри собственно разжимается и держит рукоятку на своем месте вот в этом ките немного подрастает от передней части сам толкатель но я думаю это за того что более плотно подогнанные просто детали ничего страшного в этом нет можно чуть-чуть сточить и как бы будет нормально работать опять же можно смазывать солидочка внутри будет она вся скользить нормально вот ну понятно дело что это пока все прототипе вы все игрушки полностью его использовать как бы особо смысла нет когда сделать нормальную модель отработать можно это все дело вырезать из алюминия думаю будет очень классно во первых можно более ажурно тоненько все это сделать как бы более плотно прижать его каперу рукоятки сделать складные поворотные какие угодно одну рукояткой сюда на просится чтобы при возвращении она складывалась вот сюда то есть здесь место будет оставаться и можно будет удобно как бы ее брать и чтобы она открывалась то есть вы взвели отпустили она закрылась и по действиям инерции рукоятка складываться будет вперед классно классно кстати вот ареста эти у китайцев которых я сразу говорил да и на фотках будет видно которые где-то вставлю у них три вида рукоятки одна средняя там такая длины другая чуть покороче примерно как здесь видим разницу на рукоятках по длине маленькая ну принципе можно усыпиться но немножко есть свои нюансы вот я бою конечно перевернул в эту сторону тогда зацеп будет более правильный потому что так она немножко соскальзывает саша это как бы тебе такой небольшой совет что упор лучше делать с этой стороны а в эту сторону просто вот под этот палец я думаю это будет более правильно ну как бы кому как нравится то есть ну здесь на 2 винтика сделаю думаю можно будет повернуть ничего сложно в этом нет так вот продолжим значит у китайцев три вида рукоятки две прямые одна изогнутая то есть его можно или вверх поставить вот так или вниз просто ну типа как у галиле всем известного да вот но у него хотя у него рукоятка с этой стороны версты но тем не менее по моментам еще что еще дополнительная тяга да точно говорил вот тяга собственно два винтика в неё винтиками здесь прикручивается эти рукоятки то есть она вставляется рукоятка прикрутилась конструкция простая до безобразия ничего страшно нет как видите даже пластик напечатанный выдерживает на нагрузке оружейный в принципе это можно будет еще попробовать пострелять опять же там попытаться сделать тактику какую-то подергать вот и посмотреть что получится в принципе мне нравится прикольная штука теперь немного перейду к минусам но несколько я уже сказал да то есть может немного выгибаться направляющая но я можно даже в каком-то корпусе даже пластиком сделать из другого материала там направляющая алюминиевую какую-то поставить я думаю жесткости там хватит чтобы ее не выгибала также один из таких проблем я не взял с собой прицел но я думаю вы видите здесь по расположению вот этих крепежей что сюда не получится поставить не всякий моноблок верни получится поставить какой-то коллиматор и так далее поставить можно но моноблок под оптику будет упираться и вот у этой фирмы 10 7 о которой я упоминал у нее задний вот этот крепеж есть новый здесь по-любому нужен крепеж потому что внутри здесь болт который проходит через пробил на планку пикатине он собственно упирает рукоятку чтобы вся эта конструкция не съехала назад вот на переднем даже не вот у этой фирмы 10 у них заднее крепление есть а передняя здесь вот эта направляющая на просто с таким поворотом упирается просто в боковуху опера всего этого хватает потому что она сделана из алюминия как бы конструкция держится вот так за глаза хватает то есть я думаю этот вариант тоже будет доработан ну то есть можно будет спокойно ставить здесь крепление под оптику длинные такие моноблоки и так далее то есть ничего страшного на этом нет это одно просто из замечаний опять же сразу я не сказал что он разрабатывалась это под арт 10 там всем известно что более длинный опер до под более широкий магазин и задняя часть чуть длиннее поэтому спокойно становилась эта конструкция но здесь у нас получается кто знает вот в передней части надеюсь будет видно каким-то образом здесь на опере есть такой выступ под копирный shift болт керриера и выступ идет поэтому вот эта вся конструкция меня немного уперлась но покажу на примере то есть саша здесь сделал такой как бы формулку она упиралась вот этой частью в опер ну то есть никуда не играет все нормально но передней части видите мне пришлось спиливать для того чтобы наделась эта конструкция и не мешал вот этот выступ на перед под копирный shift что еще из минусов небольших которые в принципе можно проработать а на некоторые можно просто пренебречь вот смотрите у меня случайным образом просто попробовал лежала с парком и пулал на маглинке и при попытке поставить кстати так никто не сказал почему магазины должны вот так стоять при попытке поставить магазин то есть эту спарку упирается просто магазину в вообще эту конструкцию и нет возможности его просто поставить защелкнуть ну и рукоятка неудобно будет браться до их можно поставить на одном уровне но тогда это спарка не будет работать если кто не напишет почему не будет я позже сделаю об этом отдельное видео но если захотите конечно поэтому если захотите пишите нужно ли это сделать почему магазины нельзя ставить на арке в один уровень ну пока этом все я думаю такая конструкция довольно интересно кстати вот александр еще мы просто бросил комплект такую штучку тоже на 3d принтере напечатанная мушка со светособирающим элементом довольно прикольно кстати можно целиться особенно в темные мишени какие-то на светло но я вижу просто плохо у меня же видит правый глаз у меня минус 4 на правом глазе я можете практически не вижу а так отдельно я вижу нормально но это наверное за счет левого глаза левой более-менее четко видит вот но в какие-то темные мишени темненькая мушка зеленый элемент светится прикольно я может попытались камеры показать что мы увидели ну пока на этом все вот такая конструкция в общем если вам интересно пишите комментарии заходите в группу церковь свитка r15 присоединяйтесь там ребята посят всякие интересные штуки я тоже периодически пущу кстати у меня тоже есть группа отдельная но она чисто посвящена моему каналу хотя тоже так периодически туда какие-то интересные для меня лично подбрасываю новости там или фотки какие-то связанные с оружием подбрасывают так что тоже присоединяйтесь ссылочка прямо на заглавной странице моего канала вверху ярлычок фейсбука ну и все ссылки в описании будут под видео естественно так на этом все знаете что делать подписываемся на фейсбук на канал телеграме на группу в телеграме всем пока счастливо а а Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...